Доброго всем вечерочка, ребят, и сегодня я бы хотела поговорить с вами о выставке Соника, Соники Макса, о фанатских играх, которые представили на этом выставке, и о том, как игры эволюционировали играют все несколько десятилетий, с тех пор, как я в среде распробовала где-то какую-то подвигу. Я с детства этим увлекаюсь, мне очень нравилось следить за тем, как энтузиасты приносят серию нечто новое, как они улучшают гулплей, вставляют какие-то свои фишки, но вот не все из-за этих кайтов как бы были, в принципе, играбельные, то есть там очень, у некоторых было очень много багов, чтобы, да, в 3D, то есть интерпретация к себе выезжая, наверное, в том, что большинство из них делалось на Unreal Engine и тому подобное, и тому подобных движках, а Unreal Engine, он, по моему скромному мнению, был не приспособлен к режимным приключениям, так как в основном он рассчитан на шутере. В основном, и в связи с тем, что качество 3D-факта было в том, если больше, ребята больше делали фанатские 2D-факты, ну, лично мне, в общем-то, это очень нравились от подобия Sonic Advance'а, смесь вот, от бранцинга, видишь, надо отказать, смесили вот эти вот эти листики, эм, несколько, эээ, несколько точек там, приёмов давали там что-то новое, да, допустим, тот же, Sonic vs Darkness, не Фауст один, надеюсь, ты там ещё не умер от этого, да, эээ, потому что стилей о практике не было очень давно, эээ, тот же Sonic момент был достаточно классный, то есть это на позапошлых эээ, уступках. Вот, у мастерства это были 2D-опракты, эээ, которые делались, там, одним двумя человеком, без всякого, там, какого-то, эээ, технического какого-то, технической какой-то поддержки, что уж говорить о 3D, когда, эээ, их было очень много багов, эээ, флагов, камера там скакала, потому что, опять же, эээ, Unreal Legend и и тому подобное, они не присутствовлены для Sonic, вот, эээ, тот же, Sonic Oman в последнее не ругали за его, за, ну, во многом можно было ругать за, эээ, вот, вот, эту вот, свободу действий, да, то, что когда ты прыгаешь, там, Sonic летит, типа, как птица, ээээ, то, что локации, вообще, кто-то локаций, типа, не было. Ну, вот, надея, эээ, эээ, сейчас же мы посмотрим, ээээ, сейчас же мы посмотрим, как, что нам представили в этот раз, эээ, да, какие, эээ, проекти, ээээ, или 3D мы можем, ээээ, эээ, эээ, ну, лично я могу, это мой топ, мой топ, эээээ, тех проектов Sonic, ээээ, Sonic Gamers, которые будут нравились лично мне, вот, а сейчас же мы посмотрим, эээээ, посмотрим, насколько они сделаны качественно, насколько их создатели, там, старались, да, работали, особенно в плане с 3D, и мне кажется, что вам это будет очень интересно, это мой первый опыт проводит над такими большими видео, надеюсь, что вам понравится, так, давайте начнём. Итак, первая игра из нашей списка, это Sonic Outdoor, ээээ, она представляет из себя ээээ, такое вот своеобразную попытку переноса ээээ, эээээ, сониковских развлечений классических в 3D, эээээ, Можно выбрать из трёх персонажей, там Соник, Трёс, Нак, всё. Геймдизайн у игры на самом деле очень интересный. Ребята сделали камнем за спиной классика, но при этом есть некоторые сходства с игрой Соник в 100 классики. Пластформы висят в воздухе, сделан специальный кроминг атак, который позволяет Сонику лучше прыгать на врагов и меньше попадать в попасть. Также у этого есть Питера. Также мне это очень напоминает какое-то подобие. Отменённый игры Соник Экстрим. Я думаю, не многие про Соника проигры слышали. Ну вот. Вообще, игра здесь выполнена очень интересно, качественно. Багов я не заметил, 3D очень приятно. В принципе, всем, кто хочет ощутить новые эмоции от старой классики в 3D, чтобы просто всем, кому интересно как она вообще пудря могла бы выгляделить, всем, кто хочет ощутить новые эмоции от старой классики, пожалуй. Я эту игру стоит только рекомендовать. Игра поддерживает геймпад, очень удобно. Вот. Ну, и сложность у неё, вот, такая, тоже, в принципе, классическая. В принципе, хороший проект. Я надеюсь, ребята доведут её, доведут его до конца. И так, на очереди у нас Соник Экстрим 32. Попытка воссоздать отменённую игру, которая была ещё до... которая менее известна, чем Соник Экстрим, это Соник 3D Max. В то время Сега экспериментировала с Соником в 3D, и дизайнерам предлагали разные концепции с того, как ёж может в нём ощущаться. И была предложена такая концепция, как... Ну вот, примерно то же самое, что и в предыдущей Соник Экстрим. Только в таком стиле... Я даже не знаю, как его описать. Больше похоже на Бапси, чем на Соника. На Бапси 3D, который ушёл. На Плейстейшенов. Один, вроде Икзи. И... Угу. Там даже Светстрим. Вот. То есть, опять у нас... Локация высоко над фоном. Опять Соник гоняет по... Ээээ... Какой-то... По... По... Плоскостям. То есть, 3D в самом буквальном случае. Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... И вот это была попытка... По создателям... Ээээ... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Ээээээ... Эээээээ... если бы она вышла. Вот, в принципе, это такой, в принципе, это обычный холост Соника с необычным оформлением. Ну и плюс тут ещё особенности в том, что тут надо больше осторожней, чем разгоняться, что напоминает Sonic The Blast. Вот, в принципе, ребята издали свою работу очень качественно, то есть вы грубком хочется играть, она интересная, она мне понравилась. Огромный технический труд, я благодарна этим парням, этим ребятам, кто не поймелся и воссоздал все выброшенные сеговские концерты. Да, достаточно маленькая, то есть можно эту демо вешать очень быстро. Маленькая, такая сложная, лёгкая, достаточно игрушка, которая приходится очень быстро, но при этом очень приятно ощущается. Крайне мере, на клавиатуре геймпад и так далее успела подключить, я тогда его, говорили, я играла с геймпадом, я просто не помню. Вот. Такой, лёгкий, ненавидчивый проект, очень легко, приятно играется, очень интересный визуальный стиль и, хочется, достаточно быстро, плюс, там, восстановление героев гетто. Короче, у этого, как-то, очень много добавляет, и мы, как-то, очень классно выполним. Так. Двигаемся дальше по классике. Кстати, рекомендую всем тем, кто угорает по 1 миллиону соников с комплектом, как я. Думаю, для них будет это очень интересный и необычный опыт. Вот. Теперь двигаемся дальше. Продолжая исследовать тему классики на соник геймпад, я обратил внимание на интересный проект соник бит флэш и бит. Эта небольшая игрушка тоже воссоздает классический стиль, как предыдущая игра на соника. Но при этом она, как бы, двигает основу соник геймпад и немножко её дорабатывает таким, собственно, интересным рисовым стильом. Тоже небольшая, простенький, тоже небольшая простенькая, игрушка интересная, достаточно необычным визуалом. Багов нет. Играется очень задовольный, на самом деле весело. Вот. Надеюсь, ребята дотянут проект хорошо, как и те же люди, что сделали соник марс. Я зла его только развития, только привет, ребята. Вот. Я думаю, что это выйдет очень интересный проект, когда будет полная версия. Пока что это, ну, коротенькая, такая интересная демка. На этом переходим к нашим 3D, к нашим удивительным 3D существам и где они обитаются. А теперь, добрались-таки до самого пустого. Первая сониковская 3D игра, которая, я думаю, я надеялась, что она заставит меня поверить в сониковский 3D game dev, по-натски, это соник 3D lab. Соник CESLAB. Вот. Сказать про эту игру, у меня есть много всего. Первое, это то, что у игры, опять же, интересны в визуальный стиле. То есть это такое, это такое мультяшное, сончиковое 3D, которое, на самом деле, очень идет сонику. То есть сами модельки выполнены неплохо, сама 3D очень качественная. А вот, что касается геймблея, то тут лучше допустить геймпадом, так как, опять же, движок Android, как я уже несколько раз говорила, он не подходит для 3D соников, потому что работает на, как шутер, то есть на клавиатуре вы, как бы, клавишами в айс доходите, а мышкой там прыгаете на правый клик. Так, не стреляйте. Ну, сами или стреляйте, как шутер. Вот. Сама игра выглядит очень приятно. У меня, опять же, такой интерес к стилю. А вот с геймплеем, с геймплеем, очень интересная штука выходит. По идее, все механики на месте и играются они обалденно, но игре очень сильно решают баги. То есть, вот, некоторые баги, их очень тяжело. Тяжело, опять же, как бы, обойти то, что, опять же, тут камера не фиксированная, если вы играете не на геймпаде. Даже, наверное, на геймпаде это не всегда... Она не всегда всегда хорошо ведет. И, опять же, про простор локаций я не понимаю, но вот почему-то у 3D-любителей, они просто обязаны, это их специальный долг, нарисовать огромную, большую локацию, вот, на которую мы сейчас Тоник смотрели, это самое, все не работающими с рифтами зачастую. То есть, вот, почему-то у них огромная гигантомания, то есть, как у тех же Ураборос и Тоник Роботс. Это прям, вот, то есть, тут огромные просторы, иногда ты не знаешь, куда идти. Почему, почему, вот, эм... Почему у них вот огромная такая любовь к этому, я не понимаю. Ну, если вы уж прям очень обожаете 3D-соликов и при этом у вас руки или жопка куня, и вы успеваете во время реагировать с такой камерой на звуки, то есть, эм... Успеваете реагировать с такой камерой на деталку, которая тут происходит, эм... Вот. Вот. То, в принципе, игра для вас, если, то есть, вы умеете... Если вы опознали всю боль и ужас 3D-соликовских подсередвижков, вас это не пугает, то игра достаточно красочная и интересная, думаю, вам. Понравится особенно система трюков. Система трюков здесь, и, вовремя, да. Мне же дошёл сам стиль, ну, вот эта вот работа с локациями, то есть, с размером локации, с камерами, опять же, то, что там дна затручная вообще, то есть, то есть, почти отсутствует сквитов, я такой не дошёл. Вот. Да. На этом моменте... Давайте двигаться дальше. Собственно, эхе, мне такое не дошло, как в другом Sony, как в следующем Сониковском компакте, который называется... Эээ... Который называется... Соник Конкор. Сознательным же этого чуда я... Эээ... Эээ... Как бы, желаю поработать над ошибками, чтобы... Эээ... Эээ... Попиксили камеру, по это... Эээ... 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 Делали... Локации не такими большими, то есть, делали скрипты, более... Удобовыми... И, в принципе, все. Следующий проект, это... Соник Кэндфорг Файнал Билд. В том, что от облилили, где удевали, я дослову Файнал. Ээээ... 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 Эээээ... Эээээ... Ээээ... Эээээ... короче все прикол, здесь надо разгоняться за счет физики и моментума, то есть вы сами любите верить и сами поглядите, то есть таких вот бурстов, вот всяких там спиндэш, ну как спиндэш есть, но он особо погоды не делает вообще, то есть сами там работайте с физикой, сами разгряйте, готов, чтобы опять же локации просто огромные, но выглядят на самом деле они очень красиво, у соника много способностей, у нас много очень способов ковкона, и если вы, если вы не криво рукая нечто как я, вам игра очень даже может понравиться, те которые хотят поиграть в классику, да, 3d естественно без, мне нравится там вообще вид 3d классика, больше нравится модерн, и при этом вы не хотите никакого густа, хотите сами вот в стиле адвенчера разгоняться там вот это, офига для вас, мне же лично понравился визуал, но мне понравилось как это работает, то есть как это реализовано, с такой камерой где-нибудь разогнаться, это, которая вообще тебя дефиксирует, без кипцов абсолютно, это как по мне нереально, вот, на этом же я хочу закончить ненадолго разбор 3d игры, фиг фиг более известному кугару соников, как фонбаза 2d. Стронинг проект шэдоу, то есть проект шэдоу георги показывает, что с 3d могут, даже с 2d могут справиться далеко не всем, но в отличие от предыдущих модернеров, вот, или хотя бы есть сюжет. Автор нарисовал такие интересные стилизованные комиксы, при том, что даже с русскими диалогами, вот, я не знаю, сам ли он это рисовал, или ему кто-то помогал, но в любом случае, чувак, если ты это смотришь, комикс обалдительный, обалденная, рисовка обалденная, мне прям понравилось, а вот сам геймплей, ну, что сказать, желаю тебе с ним удачи, потому что он очень забугованный, очень прыжки вообще там не реализуемы, в принципе, локации просто это куски, пластопы, висящие в воздухе, они даже вот эти вот тропы, тропы, которые вот, дороги, локации, вот, прям, тропа, по которым ты идёшь, они вообще не связаны никак больше с собой, то есть это, ну, и плюс, там, здесь куча багов, то есть это, эм, прыгать неудобно, хаос-контроль работает, не пойми как. И с хорошего тут, наверное, можно откратить только музыку и модельки персонажей, всё. Ждём, если автор не забросит твоё дело, я надеюсь, что он не забросит, так как проект-то потенциально очень хорош, но вот его надо пассивно дорабатывать. Желаю автору подкачать твоё навыки в гейммейкере или где он это делал, похоже на гейммейкер, вот. Чтобы из этого августа получилась хорошая игра, потому что, опять же, потенциал есть. Вот. Как и у следующего нашего гостя. Соник 3 Chronicles является переосмыслением оригинального третьего Соника. Да при том, вы ещё какие-то не расчислениям. Ребята просто взяли, прилопатили, положили на кассу и так что... в Утипсере. У меня даже в Утипсере... Так что у меня даже теперь не поменялось сомнения настолько не хорошо, я знаю оригинального Соника 3, а я знаю его хорошо, я его проходила в два раза точно, то есть... При этом они хорошо поменяли перестановку локации, то есть абсолютно построение локации иной, порядок локации иной, не как в оригинале. И при этом они... Мне кажется, что у них тут даже есть какой-то собственный сюжет. Собственный какой-то юридичный сюжет весьма. Локации очень, очень красиво сделаны, прогрессены вообще очень хорошо. В Соник ДВС просто прекрасно, там музыка вообще бомбезная. Вот даже какие-то... Даже игра даже заставляет тебе подумать немножко головой. Игра про Соника заставляет подумать тебе головой, да. Какие-то свои интересные загадки тоже. Тут надо там еще по-своему. Потом дизайн тоже очень хороший, ребята прям... Молодцы, я обязательно пройду это куда-нибудь на стиле. Ребятки к нам постарались. Желаем всячески улучшать этот проект и сделать допустим подобное тем же Соником 2. Мне кажется, будет очень интересный опыт. Соник Сайд Экспресс является переделкой... Уровня из Соника Контикс. Одному из уровня Соника Контикс. Выполнен он очень качественно. Несмотря на то, что локации опять оторваны буквы с камерой смотрятся. Смотрится с первого взгляда не очень, но... Человек, наверное, посвятить на несколькую работу. И при этом это все еще... Играется очень даже неплохо. Почти как оригинальный Франктик, можно сказать. Все вот эти оригинальные приближения к камере делают здесь все очень динамики. Чувак вообще молодец. Очень красиво, классно создал уровень из Контиксов. Еще приправил это замечательной музыкой. То есть замечательными фанатскими ремиксами оригинальной игры. Что очень круто. То есть играть приятно, играть весело. Будет это полноценной переделкой всего Контикса. Я бы даже залипала часами. Огромный респект человеку. И надеемся, что на этом он не останавливается, что будет делать какие-то новые проекты по Сонику. Серда, чувак, ты генерален, ты просто бомба. Не останавливается надо, типа там. Собственно, того же самого я желаю, я хочу пожелать следующему проекту в 2D. Соник и Брэйс. Очень сильно напоминают по своей структуре другую фанатскую игру Соник и Дактус. Я даже не удивлюсь, если его разрабатывал один и тот же человек. Геймплей динамичный, похож на какой-то смесь. Соник Раш и Соник обещает с этими бустами и прочим комплектом современного Соника, который фанаты классики не очень любят. Играется игра очень хорошо. Она прям от точно до миллиметра. Видно, что автор старался и хорошо знает, что это дело. У нас есть 2 игровых персонажа. Это Соник и Брэйс. У каждого там раунд 10-7. Вот. У каждого там раунд 10-7. И выглядит игра просто роскошная, очень красивая стиль. Всё работает как 4 багов, никаких нет. Вот. Это, в принципе, игра. Та же очередь похожа на тот, что не Краш. Я желаю автору доделать баг до коса, так как это пока что только демка. Но, возможно, в будущем автор доделает эту игру до коса и мы увидим меня полноценно длить сюжетом. Вот. Приходим к следующей игре. На этот раз в попытке воссоздать вакансию Соник Фрэнкликс. Соника Фрэнкликс Это такой проект, отражающий на фанатский взгляд на то, как должна играться Соника Фрэнкликс. Да. В принципе, тут ничего особенного нет. Кстати, извините, если вы там увидите в видео 3D игр эти факты. У меня не записался как бы плохо. Плохое было наложение записи, вот поэтому так всё отражено. Надеюсь, что это не помешает. Эммммм. Эмммм... Игра выглядит очень... очень красиво. Очень эммммм. Динамичное. Динамичное впечатление. Видно что автор не мог что-тоrics. И не мог и бы над графикой. Но при этом она не избежала всего того, что я играла в галла, если можно так выразиться. Соник... Соник Теслабс и Соник Энкор. Итак, для начала давайте в сюжете, который тут, собственно, повторяет всю плясную картину. Но Соник Франтикс не больше будет за сюжетник, когда мы о нём не вспомним. Собственно, а как играет Соник Хорайзенс? Соник Хорайзенс играется в 25 пояс. К тому, что мне, опять же, тут примерно так же, как Соник Энкор, то есть вы бежите без босса и надо за счёт физики достичь определённой цели, что мне тоже... Тоже мне очень понравилось, так как зачастую в играх это физика... По-моему, в играх это физика недоработана. Но игру можно похвалить за графику, за попытку воссоздать оригинальную игру. То есть она даже... Вы, насколько я знаю, она даже... Насколько я вижу, она даже выдвигает лучше оригинала. То есть Соник, практически, по моему мнению, была какой-то бреклы. Ну, ей не хватало вот этого вот насыщенности, цветов, насыщенности, там, растительности и какой-то яркости. А тут даже ночь и... Но всё при этом прекрасно видно, то есть выглядит даже красиво, яркость и блестит. Вот. Опять же, играть... Мне как? Любить её игру, что мне очень приятно. Ну, надеюсь, что автор не сделает из этого... Если не сделает из этого полноценную игру, Которую я была бы готова влиться даже. Несмотря на мою нелюбовь к такому геймплею. Вот. То хотя бы сделать какой-нибудь... Маленькую такую историю с этим вот... На одном полноценном острове я была бы просто в восторге. В принципе, играется приятно, багов нет. Но, в отличие от того же Энкора, помешать может разве что FPS, Но это снижается там настройками графики. Поэтому, думаю, всем любителям подобного геймплея очень даже зайдёт. И тут ещё графика красивая. Так что, чувак, тоже... Тебе... Огромных успехов. Sonic заходит из Бритс. Я... Это фаянское воплощение оригинального Sonic за Бритс. Выпущенного Сегой в далёком... В далёких 90-х на аркадных автоматах. И впоследствии на PS3. На PS3 из Бритс. 50. Первое, что хочется отметить за счёт этой люди, у неё... Она крайне криво записалась. То есть, наложение никакое там... По дефолту настройки стоят в крайне низком разрешении. И... В итоге, вам хочется вот... Смотреть на такие немножко... Кривые футажи. За что я извиняюсь. Надеюсь, вам... Эээ... Надеюсь, вы мне простите такую обложность. Вот. В принципе, ну... Собственно, это было решено недостаточно главной игре. Эээ... В отличие от оригинала, который... Изабил 3D-трафикой и аренами. Она... Эээ... Выполнена в 2D. Очень, кстати, красиво в 2D. Тут очень много персонажей. Эээ... Которые... Эээ... У которых много разных своих боевых способностей. То есть, они... Отличаются. И... Анимации тут... Эээ... Весьма красивые. Эээ... Ещё один недостаток, который я забыл упомянуть. Это управление на клавиатуре. На клавиатуре оно отвратительное. Поэтому лучше подключайте геймпад. А так всё... Очень даже красивенько. Живенько. Эээ... Мне понравилась вообще как-то создана боевая система. Это что-то было наподобие Mortal Kombat'а. А если там удар на клавиатуре, на рукой, удар в пушке. То есть, это... Всё... Разные кнопочки... Ээ... Кнопки или их комбинации. То есть, вот. Ха-ха-ха. Плюс, она достаточно простая. То есть, как... Примерно, как и оригинал, можно там... Любого персонажа... Ээээ... То есть в игру можно лёгкую пройти, затыкивая одну флопку, вот, ну, или почти одну. Играть очень весело, багов нет, кроме разрешения. Она прямо оточенная. Мне очень понравился рисованный стиль, эта 2D левка очень не идёт, то есть персонажи прекрасно анимированные. Весьма хорошее залипало воздействиями. Я надеюсь, что ребята, которые делали данный проект, не забросят своё хобби и продолжат нас радовать ещё похожими сониковскими проектами, потому что стилистика очень крутая, очень прикольная, очень веселая, такое ощущение, что ты играешь в мультик. Очень всё классно анимировано. Ребятам огромный респект, надеюсь, что они не забросят вот эту вот свою работу и будут продолжать нас радовать по нынешним чёрткам стилистики. Ребята, прошу продолжать, вы чудесно справились. Всем любителям файсингов рекомендую, всем любителям сониковских файсингов особенно рекомендую. И последняя игра на данный момент, что удивительно в 2D, то есть в 3D перспективе, это Sonic Unleashed Plus. Напоминает он Логлиус ФНАФ Плюс, на самом-то деле. Вот. Он, который вот недавно фанаты сделали, доделали. Грейк оригинального ФНАФа. В детстве я обожала Sonic Unleashed. Всегда очень долго мечтала о PS3 или Xbox, чтобы пробовать этот шедевр. Ну, как мне казалось, шедевр. И вот в детстве какое-то время, когда у меня всё-таки появилась консоль, я, в принципе, даже до фанатского порта успела. Я получила консоль после всего, что фанатский порт на самом деле. Но всё равно было интересно смотреть, как человек привезёт оригинал. Но пока. В принципе, он не змея, а традиция. Всё выполнено как в оригинале, даже немножко подкосилее. Вон там солнце поплывает. Я хоть всё. Даже вудительно. Ну да, на момент доступно два акта. Акта 3-й акта 4-й. Первая зона, с которой начинается выключение Sonic и оригиналия. Управление уже достаточно качественное, то есть хорошо перенесено. Самый единственный недостаток этой игры в том, что она очень часто любит лагать. Я не знаю, может я не снизила нас токи, но... Эээээ... Такие вот подвисания будут вашей частым сопроводителем геймплея. Так, игра очень красиво сфоткаться, как и всё в 3D в 3D в 3D есть, с чего я постарался. Но это... Вот такие подвисания и подвисовки, это конечно... Тут ещё доделывать, что доделывать. О! Опять же потенциал и есть. Хе-хе-хе. Мы желаем чутку удачи, он правда молодец. Собственно... Это все... Собственно, это все остальные фонели, о которых я хотела вам сказать. Эм... Так же хотелось бы упомянуть всё. Ребят, которых... Не волшилось упомянуть в этом ролике, либо я их забыла вставить сюда. Это... Соник Хрониклс... Фонгейм, то есть... Измейк. Отличное... Неплохое воссоздание... Оригинального Соник Хроникла... С... С элементами RPG. Светлого проиграть. И... Эм... Соник Хрониклс Дамастеред. Эм... Эм... Воссоздание Соник Хрониклс в 2D перспективе. Эм... Похоже на... Эм... Соника... Соника... И... Соника Блэйс, или Соника Судозакнас. Эм... 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 ролику я его готовила очень долго надеюсь что вам понравилось большое спасибо за внимание